Нездоровое влечение У меня появилось желание бить человека За убийство в Кореновске будут судить мужчину больного шизофренией Резиновый дом под криминальной технологией Она прописывала данные граждан иностранных в УСИА в этих должном владениях За данные прописки она получала 700 рублей Суд над гипергостеприимной женщиной начался в горячем ключе Бежали так, что зерна летели Кукурузных воров поймали в Ейском районе Программа «Что случилось» в эфире 9-го Меня зовут Инна Волкова Ближайшие 10 минут о криминальных событиях и происшествиях в крае Здравствуйте Аварийную посадку совершил вертолет Ми-8 Машина села прямо на пляже между Туапсе и селом Агой По информации главного управления МВД по краю вертолета поврежден винт По словам полицейских серьезных поломок нет По предварительным данным жертв и пострадавших тоже нет Минобороны сейчас разбирается в ситуации Верховный суд России оставил без изменений приговор Юрию Антонову Он посчитал слишком суровым вердикт краевого суда И пытался обжаловать его в вышестоящей инстанции Антонова и его подельника Гарри Катахяна признали виновными В покушении на убийство ветерана Великой Отечественной войны Петра Животовского и Зармавиром Юрия Антонова приговорили к 17 годам лишения свободы, а Гарри Катахяна к 14 В марте прошлого года они ворвались в дом ветерана с требованием отдать деньги Получив отказ, злоумышленники связали пенсионера, избили до полусмерти и забрали все боевые награды Перед тем, как сбежать, преступники подожгли дом и оставили Петра Животовского гореть заживо Ветеран выбрался из огненного плена, он долгое время лежал в больнице, а после выписки скончался Отбывать наказание злоумышленники будут в колонии строгого режима Кроме лишения свободы суд приговорил Тахяна и Антонова к крупному штрафу За убийство и грабежи в Кореновске будут судить Дениса Лебедева При этом требовать гособвинения будет не лишение свободы, а принудительного лечения мужчины в психиатрической больнице Как установили следователи, злоумышленник страдает шизофренией Он опасен для общества и самого себя, на допросе Лебедев признался в 2009 году От его рук погибла женщина У меня появилось желание бить человека Я хотел женщине нанести один удар, вообще я планировал, смертельный удар Чтобы она даже, как следует, не почувствовала боли То есть вы прозумывали эти действия, да? Я хотел перерезать ей горло Осуществить план быстрой смерти злоумышленнику не удалось Эксперты-криминалисты насчитали на теле погибшей 13 ножевых ранений Кроме убийства на счету Лебедева, два ограбления считает следствие Следствием собрана достаточно доказательственная база В связи с чем уголовное дело с восстановлением о применении в отношении мужчины Принудительных мер медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу В горячем ключе начался судебный процесс по делу хозяйки резиновых домовладений Оказывается, такие бывают Подсудимая на своей жилплощади регистрировала мигрантов Причем в таком количестве, что они бы там просто не поместились Подробности резинового бизнеса у Андрея Чумакова Этот маленький домик выложен из кирпича, но внутри он, судя по всему, резиновый Если верить документам из паспортного стола, в нем проживало больше 150 человек Вот только соседи их никогда не видели У его хозяйки резиновый не только дом, но и квартира в этой трехэтажке Совсем недавно здесь проживали 200 человек, но тоже только по документам В обоих случаях это мигранты из соседних республик Временную регистрацию им оформляла жительница горячего ключа Естественно, не бесплатно Она прописывала данных граждан иностранных у себя в этих двух домовладениях За данную прописку она получала 700 рублей с каждого гражданина Было прописано лиц иностранных граждан порядка около 350 человек На гостеприимную хозяйку обратили внимание миграционные службы Вместе с полицейскими они провели проверку Выяснилось, что ни один мигрант не проживает по месту временной регистрации Это стало основанием для возбуждения уголовного дела Предприимчивую женщину задержали На первом же допросе она во всем созналась Судебное слушание было решено провести в особом порядке Без выяснения обстоятельств преступления Гособвинитель запросил для подсудимой два года колонии-поселения Но ее адвокат счел наказание слишком суровым Временная прописка она не фиксируется в домовой книге Дается небольшая квитанция для того, чтобы в последующем Вот эти вот граждане из ближнего зарубежья Имели возможность получить патент на работу Вот таким вот образом Ну а сейчас ее привлекают к ответственности за незаконную миграцию Обвиняемая юрист по образованию И не знать об уголовной ответственности за свой подпольный бизнес не могла 1 октября ей вынесут приговор Но в этом деле остается открытым один вопрос Почему в паспортном столе 8 месяцев Не замечали гостеприимство хозяйки резинового жилья Андрей Чумаков, Михаил Бойправ, 9 канал, Горячий ключ ДТП на пешеходном переходе в Краснодаре Женщина угодила под колеса автомобиля К адрес места происшествия Один из пользователей популярного видеопортала выложил в сеть Все произошло на въезде в город на видео Видно, как несколько автомобилей в левой полосе останавливаются перед пешеходным переходом Водитель отечественной десятки двигается в правом ряду Он будто не замечает колонну соседних машин И продолжает движение на зебре Он сбивает пешехода После удара десятка врезалась в отбойник Женщина серьезно не пострадала Она поднялась на ноги И пошла в сторону обочины В Краснодаре начался судебный процесс над угонщиками-неудачниками Им грозит 6 лет тюрьмы за то, что они вскрыли чужую машину и пытались на ней уехать Однако молодые люди успели только тронуться с места, как их задержали Подвел мотор Машина заглохла, когда парни пытались ее угнать А тут еще и очевидцы бдительными оказались Он говорил, что выезжал и увидел, что машина стоит здесь заглохла Получается, прямо перед ним заглохла машина Он подошел, поинтересовался Ребята, у вас документы есть вообще, да? Понятно Подозрительные лица были Свидетель угона вызвал полицию Молодых людей отправили в участок Дело расследовали около месяца И отправили в Октябрьский суд Краснодара Полевые воры в Щербиновском районе Они помогли местному фермеру собрать урожай Злоумышленники набрали полный прицеп кукурузы И пытались скрыться с добычей Уйти не удалось Помог случайный свидетель преступления Он оказался хорошим знакомым хозяина поля Очевидец предложил решить вопрос полюбовно Если злоумышленники согласятся отвезти награбленное владельцу урожая Мужчины сделали вид, что согласились на условия Но решили обмануть доверчивого свидетеля Мобильная психологическая помощь для кубанских полицейских Из Москвы в Краснодар прибыли пять газелей со специальным оборудованием С его помощью сотрудники МВД, работающие в экстремальных условиях Будут снимать стресс и восстанавливать работоспособность Помощь психологов особенно актуальна во время работы в чрезвычайных ситуациях Или на массовых мероприятиях Сотрудник в состоянии переутомления В состоянии сниженного внимания Уже не может эффективно выполнять свои служебно-боевые задачи Могу сказать, что во время ликвидации последствий стихийного бедствия В городе Крымске, а также в Новомихайловке В Туапсинском районе очень не хватало данных машин Автомобили уже получили боевое крещение в Казани во время универсиады Сотрудники полиции работали в усиленном режиме На отдых оставалось не больше шести часов в сутки Так что эти машины пользовались спросом Одевались они следующим образом Вот, все, ложитесь, как вам удобнее На воротниковую зону Почему из всех массажеров выбрали именно воротниковую зону? Потому что здесь именно у нас находятся мышцы В которых скапливаются зажимы, напряжение Ее мы и оставляем Эти машины были разработаны по специальному заказу краевого управления МВД Пока такие есть только на Кубани В течение полугода их будут тестировать на территории края А после газели разъедутся в разные регионы страны На Кубани останется только один автомобиль На этом программа «Что случилось?» подошла к концу С вами была Инна Волкова До новых встреч в эфире 9-го Берегите себя и близких До свидания